Итак, идем гулять. Я живу в районе Карьяма, прямо в установке Ангелья, мы поэтому пойдем сегодня по Карьяма и по Каламая прогуляемся, сделаем кружок, может быть найдем на Балтиями парикмайера и в 2 часа у меня просмотр нового дома. Такая вот тут застройка, видите нереновированное старое советское здание, но я думаю все равно жило, несмотря на то, что там окна заколочены. И здесь такое новое реновированное советское, и там дальше школа, и здесь вот трамвайные пути, хорошо так проложены отдельно от проезжей части, в такой зеленой аллее, и это едет новый таллиннский трамвай. Везде перестраивают, также и в Копли, и вот вы видите, мне кажется это уже новое образца здания здесь построено, либо очень хорошо реновированное советское, но мне кажется все-таки, что это новое. И вот там уже начинается Ситси на перекрестке, и туда дальше вниз это Коплинские линии, мореходное училище, думаю, если туда мы сегодня не пойдем, пойдем вот туда, в сторону обойдем этот квартал, внутри кварталов самих ходить не будем. Вот вниз идут нижние Копли, мореходка, там вот находится порт, и здесь начинается уже улица Тойстуза, там порт и промышленные предприятия, там же еще находится и база вооруженных сил Эстонии, мэра мужского флота, и батальон, Вахи батальон, а мы идем туда. Более типичные нам поздние советские панельки, хотя тоже думаю не настолько они поздние, может быть 60-й год, не уверен. В общем это район Карьяма, Карьяма в переводе с эстонского означает, ну это не район, а микрорайон, но микрорайона в Эстонии нету, поэтому вот, это тут в общем буду говорить микрорайон. Это микрорайон Карьяма, Карьяма означает пастбище, вот, и дальше идет Каламая, Каламая это рыбный дом, поскольку там раньше жили рыбаки, и это был пригород Таллина в свое время, это не был Таллином, так что здесь, вон видите, там стоят домики времен, наверное, Первой Республики, это конечно уже Советский Союз, но с этой точки зрения, что, например, в 30-е годы, наверное, здесь ничего такого не было, реально были пастбище, и только вот начинали эти всякие дома. Домики строить, очень красивые, кстати. Эти вот дома еще Сталинки, я понимаю, они хотя бы архитектурно красивые, но мне кажется, что они Сталинки, а здесь вот начинается такое, вот, как обычно, а там вообще, это как раз за моим домом, где-то там совершенно новое здание, которое как-то не лепится, вот, а Сталинки, если это реновировать, выглядят очень и очень красиво, между прочим, и вписываются, так что, ну вот эти, советские, как-то, хрущевки, наверное, не четырехэтажные, вроде этот тип дома хрущевки называется, потому что это не хрущевка, вот это хрущевка, то их хотя бы, ну, тоже реновируют, чтобы у них был приличный вид, а если пойти в них, ну да, ближе к мореходке, то там их не реновируют, они выглядят не очень. Посмотрите, какое здание, тоже сталинского периода, мне кажется, наверное, было какое-то административное здание, хотя, может быть, и дом был, забор такой бетонный, там подъезд, не знаю, не знаю, вот такое вот, ну, в принципе, оно красиво, и тут вот сразу вот такое вот, ну, вы понимаете, о чем я, да? До этого жил в Таллине, я сюда только, наверное, один раз забирался, и я был тут вообще очень молодым, где-то 2001 год, когда мы с братом поехали здесь собаку брать, собаку, наша первая собачка, Ерга, мы ее здесь брали, а так, не знаю дальше. Здание, там находится база ВМФ и Вахи Патальона, это реновированные царские казармы еще, а здесь мы подошли к Арсеналу, это торговый, торговый комплекс сейчас, а раньше тут был, ну, как название говорит, Арсенал Фабрика. Вот рельс начинается, хипстерский район Каламая, туда вот остается Ноблеснер, но на Ноблеснер мы не пойдем, мы пойдем дальше в Каламая. Еще раз покажу, туда идет в Калоранно, в Ленусадом, в Летная Гавань, туда остается Ноблеснер, порты, мы идем туда, где обычно Каламая не снимает, все знают хипстерское, там кители с киви и так далее, красивые домики, а здесь есть еще Вольта, и вот тут будут Вольта Лофт. Раньше был завод и переделали, или, может быть, обычное здание было, и переделали в Лофты. Очень интересная архитектура, у нас полицейский участок находится. Разрушенное здание, стоит, скоро, наверное, из него что-то сделают, а вот Лофты Вольта. Вот, и туда вон завод, туда завод Вольта, мы его с другой стороны тоже посмотрим еще. И идем туда дальше, там интересно еще одно здание, наверное, раньше была пожарная часть. Ну и вот такое вот старенькое, нереновированное здание, но опять-таки дайте пару лет, может быть, его выкупят и тоже что-то сделают из него. А в здании про троем говорят вот это, мне кажется, что тут похоже на пожарную вышку, и раньше была пожарная часть. И старое такое здание еще видно, что может быть даже до советской оккупации. Вот, а там дальше уже скоро начнутся деревянные домики, и вот здесь вот сразу за этим вот зданием начинается Каламая-Кальмисту-парк. Это парк-кладбище Каламая. Раньше было кладбище, но в советское время было уничтожено. Ну вот и начало всем привычного Каламая. Здесь там гармонтируют крышу. Некоторые дома реновированы, некоторые дома новые, но построены тоже в таком коломаевском стиле. Там вот еще и бросы сталинской поздней архитектуры. Как вы видите, такой красивый получается такой ансамбль. Действительно, Каламая очень красивое место, где жить, и достаточно дорогое место, где жить. Даже вот в таком, например, ну вот пластиковые пакеты, но если, например, дом старый, то все равно будут дорогие квартиры. А вот это вот типичный образец с эстонской архитектурой, и чем делать это типично эстонскую, ну кроме двери, конечно, дверь могла бы им старая быть, это то, что здесь каменная лестница, а сам дом деревянный. Это такой вот эстонский, с эстонской архитектурой. Может даже и не Сталинка, это может быть даже еще при Эстонии построено. Но деревянная, да, в принципе, такой вид гармонирует. Знаете, там старые окна и так далее, с этими старыми домами коломаевскими. А если бы влепили бы какую-нибудь пятиэтажку обычную, то уже было бы плохо. И, насколько мне известно, тут я пятиэтажек не замечал, именно в таком деревянной застройке. Но некоторые спаливали и строили, ну сейчас уже строят более-менее нормально. Вот. Поэтому тут красиво. Тут очень, очень красиво. Видите, дома она реставрирует. Старые двери, окна. Такие вот деревянные. Сзади пластиковый пакет, а спереди дерево. То есть очень хорошо. Ну вот, например, здесь построили такое. Это современное. Но оно все равно гармонирует. И очень красиво выглядит. Ну и вот. И разные цвета. Очень красиво. Говорю, мне вот, когда я был в Трангейме, да, последний раз, мне тоже очень сильно напомнило. И даже то, что некоторые из них не реновированы, тоже придает какой-то определенный шарм. Ну, грубо, если бы они вставляли стеклопакеты, которые прямо очень вырезаются. Потому что вот тут, хотя такой стеклопакет еще более-менее, потому что он не просто обычный, знаете, такой. Он хотя бы подстаренул там немножечко. на самом деле, мне достаточно хорошо знаком. И я видел, вот как он развивался, что было раньше, что сейчас. Когда я был маленький, мы ходили на фокал Ламай, на улице Калью, в Калью-Кирик, в русскую, там, Баптийскую церковь. и поэтому раньше тут был тихий ужас. Эти дома, они не были какими-то там шармами, они просто были старые, пошарпаны, некрасивые. Вот сейчас очень хорошо и красиво преобразился. И здесь гулять просто это самое, самое то. Поэтому, если будете в Таллине, обязательно ходите в Каламай. Тут находится Каламайская баня. Не раз туда ходил, между прочим. Здесь находится, раньше находилась тут вечерка, так себе было заведение. Теперь здесь находится гимназия Густава Адальфа. А гимназия Густава Адальфа это одна из, если даже не самая крутая, публичная, элитная школа. Вот. Одно из отделений. У них в старом городе есть и вот теперь здесь здание у них. Так что тут преобразилось все. И наверху тут интересное такое. Вот. Немножко вам советской лепки. Здесь 10 лет назад были просто пустыри и какого-то странного этого самого строительства тут было. Долго стояла заброшка, просто строительная работа началась, ничего не делалось. Теперь вот такие вот современные скандинавские бетонные блоки. Но, опять-таки, это красиво, мне кажется. Поскольку Каламай деревянный закончился, тут уже сталинки и так далее, такие вот дома, то это, в принципе, сюда хорошо заходит. Но тут еще только парочку деревянных домов. Мы дошли с вами, мы дошли с вами вот так вот быстренько до Балтийского вокзала. Туда мы с вами не пойдем. Мы пойдем с вами дальше вот по той вот улице, на улицу Копли назад. А об этом уже когда мы сделаем отдельное видео. А там вот Балтийский рынок. Так, идем дальше. Здесь видим опять модерн и новая архитектура, советская, опять новая и Каламая. И здесь старый Балтийский рынок, точнее, новый Балтийский рынок. Ну вот опять мы вышли на улицу Копли, точнее, мы с ней не сходили, но она завернула, потому что Талискиеве остается туда. Вот, и здесь опять начинаются такие вот красивые Каламайские дома. И у меня сегодня в одном из этих домов буду смотреть квартиру. Вот. Такие вот красивые архитектурные произведения здесь. Вот, первый раз вижу вот такую вот достройку, например, чтобы выпирало. Это что-то новое. Интересно, когда ее достраивали. Это было в оригинале или всегда так? Хотя, по тем деревянным изделиям похоже, что всегда так было. Прикольно. Но странно, что не над входом. Я бы над входом поставил. Ну вот, здесь заканчиваются деревянные домики, копли Вольта, и здесь начинается улица Вольта, завод Вольта. Я вам с обратной стороны показывал. Там, если до конца пройти, мы увидим лофт, а здесь вот такое здание. Наверное, используемое, хотя вон новое бюро, и там дальше можно еще будет заброшенный завод видеть. Пойдем посмотрим. Ну и вот здесь вот это с обратной стороны заброшенный завод Вольта. так вот выглядит, там туда не подойти. И там вот уже знак вот прям вот там вот стоит, что начинается Карема. То есть Каламай мы прошли, вот так, а с другой стороны видите пустырь. Там ничего нет, там предприятие некоторое. Перекрестки Эрика и Копли построены еще при царе в 1914. Вот, пришел домой с прогулки, поэтому буду заканчивать. Надеюсь, вам это видео понравилось, было интересно, было интересно погулять. Как я уже говорил, я постараюсь еще пройти в район Нижних Коплей, где линии, где мореходка, там показать, что да как. Вот, но здесь немножко было бы интересно, например, Карема и Каламай, это все-таки такие хипстерские интересные районы Таллина. Конечно же, мы сходим в Телескиве когда-нибудь, где на Балтия, мы там все посмотрим. Вот, ну а на этом, на этом вам всем пока. Продолжение следует...